всем привет дорогим подписчикам и не только сегодня у нас в гостях или мы в гостях на районе на районе у дениса акимова как тебя правильно подать то с чего бы начать точнее но это экипировочный жимовик жимовик экипировочник прежде всего вот далее как там правильно заслуженный тренер я бы просто тренер тренер до федерации спр в рпф если не ошибаюсь да потом фпр тоже нет спр тоже вот и остальное ну перечислять честно говоря я уже даже забылся короче если очень вкратце то достаточно неплохой любитель любители как своего дела как power lifter даже малик именно экипировочник так и тренер тоже ну в общем дениса мы кратко представили вдвоем причем вот ладно начнем с того что у тебя на данный момент до основа деятельности это скажем так работа на фитнес-клубе и наверное как я как я это вижу большая часть клиентов это те кто выступает я правильно понимаю ну или 50 я думаю 50 на 50 50 на 50 но что кстати говоря это относительно мне кажется в редкий случай потому что в свое время ну я такого не доходил там что там тренер спр и так далее вот поэтому довольно таки редко до 50 процентов людей человека который работает фитнес-клубе выступают на соревнованиях причем разных дисциплинах причем уже имеют но немалочисленное количество воздаваний в разных дисциплинах включая мсмк элиты и наверное рекордсмену дороге я помню вот в общем наверное первый вопрос к этому чему к тренерству и вообще как бы вот к тому что вот у тебя люди действительно выходят на турниры и прям вот они идут туда не потому что их там там ты гонишь палку что они сами хотят как я понимаю да ну во первых прошу прощения за неформальное совершенно общение обычно у тебя да и у всех интервью это тренера в зале на фоне подопечных занимаешься штанг да зож здесь сидр начис и потом еще будет сигара да вот потому что тренер тоже человек и вот это вот я никогда не был супер фанатом того что все зож ничего нельзя ребята все только так нет все можно вопрос количество да и качество уверен умеренно да вот поэтому это первый момент второй момент я работаю с 19 лет тренером то есть моя первая работа и я работаю всю жизнь тренером сейчас не уже будете от 35 с 19 лет не то сильно седу 16 лет уже практически работают тренером сильно вот собственно пришел я в тренерство когда я уже выполнил норматив кмс а по пауэрлифтингу а пиф вот и поэтому скажем так я никому никогда ничего не навязывал в плане того что ребят значит вот это качать бицуху все это хрень собачья да значит худеет тем где худеть все нормально у тебя отлично потенциал уже мало иску классный живот у тебя одеваем а давай он за живота нормально нет 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 человек приходит говорит что тебе это что он хочет хорошо занимаетесь чем тем чему хочет похудеть набрать там подтянуться где-то чё-то то есть ты в это вписываешься по сути да а потом в процессе ты обучаешь его тем вещам которые впоследствии могут спорт перерасти то есть для того чтобы набрать базовые движения самые актуальные вещи становая тяга приседания жим лежа мы знаем да что похудеть вы думаете это не нужно делать нужно опускай же весов и так далее это понятно но тем не менее ты обучаешь а в процессе через год там а может даже раньше ты говоришь знаешь что попробовать не хочешь что-то новенькое то есть не просто так вот немножко абстрактно ну я доволен собой я похудел я доволен собой я набрал а вот что-то более такое значимое именно спортивные где будут четкие границы то есть рамки смог то это сделать не смог ты это сделать добился для recht результата то есть про прогрессия да 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 то есть это это опять это это не фитнес и не бодибилдинг где это голословно и просто я был самый красивый на сцене это здорово безусловно я просто поддерживаю но но нет четких критериев то есть но вы не сможете вот как бы не доказать что вот этот Вот парень хуже вот этого парня, просто потому что у него соотношение икры по отношению к предплечью лучше, чем у другого. И поэтому начинается, вот его засудили, а это тренер того-то, а вот ты из-за этого поднял, не поднял. Конечно, можно засудить в плане того, что там, в плане движения, что-то еще там приплести. Все понятно. Тем не менее, это более прозрачно. Это более прозрачно. Ты точно знаешь, что тебе нужно, чтобы стать кандидатом в себя спорта. Знаешь, знаешь, вот цифра, вот штанга, все. Выбирай федерацию, похрен какая, есть штанга, есть цифра. Работай. Работай, все. Да, да, да. Ну, второй вопрос, сами хотят выступать, им это начинает нравиться. Да, там, после первых соревнований обычно это бывает, когда человек выступил, ему кайфово, он понял, что это такое, прочувствовал. И на второй, третий ему уже самому хочется показать свои там я, свои силы. Вот, вообще люди, ну, вот, эмоциональном плане передают, как бы, ну, восполняют твою энергию, которую ты на них вот тратишь, своим там победам и так далее. Как ты это вот видишь? Смотри, все на самом деле очень предельно просто. Если ты не получаешь удовольствие от своей работы и от проделанной работы, то ты долго в любой сфере не протянешь. По определению. Это называется выгорание, не любил к своему делу, нереализованность, ля-ля-ля-ля-ля. Вот, поэтому в любом случае, когда твой ученик достигает определенных результатов, ты уже этому рад. Когда он достигает отличных результатов, или он переплевывает тебя, как спортсмена, в свое время, да, то ты прям просто ликуешь. То есть, для меня, в данный момент, моя такая некая голубая мечта, это, наконец-таки, возрастить человека, который меня переплюнет в спортивных достижениях. Во все, ну, в смысле, у тебя же много направлений. Направлений много, хотя бы, пускай в одном меня переплюнет. То есть, допустим, пускай сделает меня в жиме лежа, да, в экипировке. Потому что в этом, как бы, направлении я добился на данный момент пока больше всего, да, результатов. Это сколько у тебя было? 240. 240, вот. 82, да? Да. То есть, получается, что не в плане того, что пусть поднимет больше меня вес. Нет. Я слегка переуполню норматив элиты. Пусть кто-нибудь сделает норматив элита в этой дисциплине, да, в экипировке. Давайте скажем честно и прямо, да, значит, на тему того, что экипировка... Следующий вопрос, да? Да, да, да. Ну, давай, задавай, в принципе. Я направление, в принципе, понял. Ну, экипировка, как бы, да, она вымирающий вид спорта. Ну, по-другому это не назовешь. И есть еще единицы те, кто это делает. И, в частности, у тебя, насколько я помню, пару девчонок, и даже, может, не только девчонок. Девчонок, нет, именно девчонок жмут в майках. Жмут в классических подчеркиваниях, не новых вот этих резиновых, а в классических майках. Жестких. Самых жестких однослойках. Элвил Твин, да, то есть злобный близнец. Это самая жесткая однослойная майка. Слушай, интересно. Это все знают. Девчонки жмут в них. И в данный момент Нике не хватило 2,5 килограмма до звания элита в этой дисциплине, в 48-мой категории. Никому, получается, она в понедельник будет, да? Да, она будет в понедельник, когда все увидите. Так что скоро, ну, увидите в этом выпуске. Там, как бы, конечно, не маечный будет джим, но... Но, тем не менее, факт того, что девочка вжала в майке, и это из ДК, и категория, сколько там, 48-я? 48-я. И норматив элита, там, не просто, там, разряд или, там, КМС или мастер, ну, все-таки это уже тот уровень, на котором действительно не каждый доходит. Значит, что касаемо девочек, это железное, мое личное правило, это мое личное мнение. Никому не навязываю, да, все прекрасно понимаю, но мое такое мнение, никакой фармакологии быть не должно. Все, точка, закончили разговор. То есть, если вдруг мне Ника когда-нибудь, как, примерно, Ника, потому что она будет делать больше всего, она будет делать просто всего в спорте в плане достижений. Если она вдруг скажет мне, да, что вот смотри, тренер, я сделала там элиту, все такое, СДК, я хочу стать суперпрофессионалом, которого не будет, там, равных в России, и ля-ля-ля-ля-ля, тут я еще пойму. Ну, опять, девочка, да, зачем портить женственность, генетику и так далее, да-да, нутро чем-то другим, ниже смысла. То есть, я понимаю, когда девочка выступает в олимпийской дисциплине, она хочет поехать на олимпийские игры, и это ее вся жизнь, это ее буквально работа, ее хлеб и так далее. Причем это уже спорт таких высших достижений. Спорт, высших достижений, именно. Давайте скажем честно, пауэрлифтинг, пауэрлифтинг, жим лежа, неважно, особенно альтернативный, это не профспорт, как ты его не назови. То есть, надпись, сейчас меня покидает тухыми яйцами, блядь, и все остальное. Давайте скажем, это сугубо мое личное мнение. Название «Про» не дает ничего. То есть, то, что он, типа, обдолбался в фармакологии, он с тем же успехом может быть таким же любителем, который пытается кандидата сделать на фармакологии, и убивается из-за этого 2-3 года. Да? Это не «Про». «Про» в России человек, наверное, 15-20. Это те люди, которые, назовем так, те, которые мы сами знаем, да, там, Белкин, Маланичев, Христи. Комировые рекосмены. Да, те люди, которые известны во всем, блин, мире, которые на этом зарабатывают хоть как-то деньги, хоть как-то. То есть, разница. А основное, получается, любитель от профессионала, любитель не получает ничего, профессионал получает за это бабки. Все. Вот это единственный критерий, который есть на самом деле. И получается, что бабки у нас зарабатывают человек 10-15 в России. Я вот уверен, не больше. Они за это во всем верят. Это единицы. И то там, что там, рекламные контракты, какие-то еще там вещи, типа, призовые, но опять не у нас в России. Причем многие кто-то тренерами работает, ну, по сути, как вот анимут, ну, а куда им еще? Ну, то есть, не все прям вот зазвездились и пожинают лавры. Не то, что зазвездились. Ну, я образ. На это нельзя выжить. Да, да, да. Просто выступая, выигрывая деньги, я не верю, что у нас в России можно реально нормально себя чувствовать. Ну, даже если какие-то коммерческие турниры будут, но суть того, сколько они продержатся, он там тот же ВПФ, эти турниры, там, кримировки, жим был, сколько там. Или сейчас там есть призовые, я просто не... Какие-то они есть, но опять этот смех. Ну, я понял. У тебя на подготовку, если ты профспортсмен, фармакология, анализы, экипировка, если ты экипировочник, блин, ты потратил в два раза больше. Время, сила. Потому что, да, в зале ты проводишь больше. Какой-нибудь там кашь себя запихивает по пять тысяч калорий, блин. И я, и, вряд ли, он же какую-то херню, да, там, типа, Роутенов, он ест нормальное мясо, нормальные углеводы, и это все стоит денег. Поэтому, ну, нельзя на этом выжить. Ну, я вот не верю. Поэтому они все пишут какие-то программки, кого-то тренируют, рекламку делают и так далее. Скажем так, пример для продержания создается, но как еще? Да. Люди как-то, ну, они понимают, что вот, типа, там, есть кто-то, что что-то делает, надо это что-то сверху, это как супергерой, по сути. Да, поэтому, поэтому, особенно альтернатива, когда человек занимается ей, он занимается в свое удовольствие, это доп. У меня вот та же самая Ника, Ира, да, там, девчонки мои, которые самые титулованные, они с Международницей давно, да, мы уже по многим дисциплинам. Ну, для понимания, Ника, мастер спорта по становой тяге, мастер спорта по подъему на бицепс, мастер спорта по хабу, мастер спорта международного класса по Аполу-наксилю, мастер спорта по жиму лежа в экипировке, мастер спорта без экипировки жим лежа. Хочу там, блядь, нахерал ее. Она универсальный боец, солдат. Она работает в банке. Она работает в банке. Я не смеюсь на ней, просто, знаешь, вот факт того, что... Факт. Она работает в банке, и момент такой, что она попала ко мне в руки. Ей было уже 32, по-моему, года. Да ладно? Да, до этого она занималась для себя, хобби был на живой бой. Все. Ну, то есть, она сейчас может сказать всем в лицо, я профессиональный спассмех. Но она-то не говорит, потому что она прекрасно понимает, что это хобби. Два раза в неделю занимается девочка, два раза в неделю, и такие достижения, да? Поэтому, опять говорю еще раз, это любительская история. Надо просто понять и понять. С другой стороны, как бы, если это и в жизни помогает, ну, хоть как-то в плане самореализации, я ощущаю не себя, что, блин, полноценным человеком я просто так это сравниваю с собой в частности, потому что мне спорт, ну, вот, то, чем я, по крайней мере, ладно, там, спорт не спорт занимаюсь, там, тем режимом лежа в экипировке на данный момент, это полюбил, наверное, вот, я действительно тот ленивый человек, которому это понравилось очень сильно и мне комфортно. Вот, мне это помогает чувствовать себя, как полноценный человек. Я не знаю, как это еще описать, ну, почему я этим занялся. Ты нашел себя, это твоя душа, на тебя это делает счастливым, и ты хочешь этим заниматься. Все, отлично. Ты нашел свою нишу, продолжай, собственно, в ней работать. Будем продолжать. Просто, да, надо понять, Горьков, что такое профспорт настоящий, и что такое пауэрлифтинг. Вот пауэрлифтинг мы увидим уже завтра. Это, да, это больше для души, вот честно, вот это мое сугубо мнение. Все равно, сейчас ноги могут не согласиться. Ну, потому что люди, я понимаю, почему будут не соглашаться, люди этим живут, они думают, что сейчас вот я что-то подниму. А, это, кстати, еще Марат Абдулин говорил, типа, по поводу себя он говорил, типа, я вот, типа, все думал, что сейчас там какой-то рекорд подниму, или там вес, и типа, вот, что-то придет, даже не изменится, а на самом деле, вот, он сказал потом, нихуя, говорит, что изменилось. Абсолютно ничего, ну, по сути, как бы, ты там, там, тренером работал, работаешь, ну, увлекался этим, так же пауэрлифтингом увлекаешься, и, по сути, как бы, все. Просто, ну, видимо, идея сама, то, что что-то поднять, сделать, типа, это, как бы, будет круто, ну, наверное, вот это и работает. Давай так, самое-самое прикольное. Люди, те, которые прошли, поймут, те, которые еще идут, не поймут, потом поймут. Потом поймут, да. Значит, я, причем, это понял, как бы, ну, я успокоился, причем, сейчас, наверное, извините, что перебиваю, насчет цифр, думаю, блядь, я, когда, по-моему, первый раз на 300 вышел, думаю, блядь, сейчас будет 350, там, 3, потом под 400, я уже, все, у меня там, какой-то раскладка, я не знаю, откуда я ее взял. Вот, ну, потом получил снова травму, и откатился на пустой гриф, понял, что, как бы, блядь, ну, не всем дано, даже мне не дано, там, уйти, там, на, там, 400, ну, по крайней мере, на данный момент, и в ближайшее время, и, ну, в жиме, да, я имею в виду, в экипировке. И, как бы, потом понял, что, блин, ну, как бы, даже если 300 пожму, уже охуенно мне, ну, мне лично. Важен только путь. Ну, да. Неконечная точка. Вот те, кто прошли, те поймут. Те, кто про самурая. Важен только путь. Вот, серьезно, я был, я не знаю, уверен, что, когда я дойду до своей точки, которую я хочу, я очень хотел сильно сделать элиту. И 6 лет я к ней шел от международника до элиты, никак. А 6 лет счастливо ломался. Постоянно ломался и так далее. Ребят, когда я ее выполнил, точнее, как, сначала поехал в Штаты, на Олимпию, выступил там. О, это отдельная история. Да, выступил там, стал третьим. И я думал, что вот сейчас оно будет послевкусие. Типа, да, я был. Пустота, ничего. Я подумал, что, наверное, потому что у меня по плану, потом, через месяц, будет Германия, чемпионат мира. И, значит, там будут мои лучшие цифры. А еще через 2 недели будет, так как-то, будет делать Россию элиту. Прогресс, прогресс, проект. Да, 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 да. Поехал в Германию, первое место, тишина. Через 2 недели я делаю, собственно, элиту, то, к чему шел столько лет. Я вот она, я ее выполняю. Там новый рекорд, там, ну, объем федерации, неважно. Ничего. Вот, серьезно говорю, полнейшая пустота. Я ожидал какого-то вот просто взрыва эмоций, триумфа. Я это сделал. А ты просто спокойно, да, получаешь? Вообще ничего, просто пустота. Я был опустошен. Вот, серьезно говорю, я вот сел, и ничего. Потому что, да, я еще это не понимал. И это только путь важен. Вот сама вот, вот ты идешь. Как кайф, когда ты получаешь, да? И тебе кайф, когда ты получаешь. Вот это вот, вот это вот, ломаешь себя, ломаешь стереотипы, и ты идешь. Но, сука, в конце, не ждите, что чего-то там звездного, триумфального, в плане финансов, в плане признания. Нихуя нет. Это только вам нужно, только вам интересно. Больше никому вы не интересны. Поэтому, ну, это просто так говорю, да? Ну, понятно, чтобы получить удовольствие в тот процесс. Да, да, да. Очень, как это правильно сказать, изящно. Изящно поджигают сигару. Вот. Вопрос. Ну, если ты готов на него сейчас ответить пока в процессе. Давай, давай, давай. Как ты залез в экипировку? Тру-тру-стори. От великого, ужасного Дэна. Просто ужасного. Великого, вряд ли, просто ужасного. Ну, ужасного, да. Ну, смотрите. Если бы мы начали говорить про честность, да? Пытался ли я выступать без экипировки? Конечно, пытался. Да, даже зажигал. Да, конечно, конечно. Сможешь? Одну руку это. А так? Хорошо. Значит, когда я начинал всю эту деятельность, соревновательные, выступления, было два варианта. Это IPF и ВПЦ. Все. Больше не было федераций тогда. В Москве, по крайней мере. Вот. И то, про ВПЦ я вообще понятия не имел. То есть я в универе был, спортивном учился. И там, кажется, я познакомился со словом пауэрлифтинг. Там, естественно, был IPF только. И выступление на студенческом Москве и России. IPF. Где? В ДК МАИ. Все мы оттуда из ДК МАИ. Тем, кому за 30, им всем. All school, да? Все. Все из ДК МАИ. Да. Можно ничего не говорить, что сразу кто-то пришел в альтернативу в этом возрасте. Все начинали с IPF. Потом уже, когда встал куча вариантов турниров, многие IPF никогда в жизни не выступали и никогда не выступали. Ты выходец прямо оттуда, да? Да все оттуда, да. Те, кто начинали в те годы, все оттуда. Вот. Получается, что я не знал, что такое экипировка в принципе. Я знал, что есть поседание, основная тяга и жим лежа. Я не был никогда в жизни тренера. Ну, как? С маленькой оговоркой, потом объясню, почему. Значит, сам тренировался, сам изучал литературу. Мир Сивы такой раньше был журнал. Я его почитывал, смотрел видюшки. А тогда интернет такой еще был, только начальном уровне назовем так. Ну вот. И тогда будет 19 лет, подчеркиваю. Это год там вообще просто бомбородатый. То есть тогда уже были не порно-журналы, а все-таки уже что-то серьезнее. Что-то уже было, да, посерьезнее. Вот. И значит... Хороший кара. И значит что? Получается, что... Не было экипировки у меня никакой. Я знал, что есть бинты лифтерские, майки жимовые какие-то и специальные комбезы. Денег нифига не было от слова совсем. Я бедный был студент, жрал макароны и сосиски целыми днями. Без шуток. На втором курсе, получается, познакомился с словом пауэрлифтинг. И решил, собственно, выступить на первенадцатом турнире, на чемпионате в Москве студенческом. И там, кажется, я впервые увидел, что такое экипировка. Что такое майка жимовая, я пощупываю. Естественно, блин, ты заведомо проигрываешь всем. Потому что IPF, тогда не было без экипировочной дисциплины, все выступали в экипировке. То есть ты приходишь и понимаешь, что первый заявочный вес в приседаниях больше, чем твой на там 20-30 килограмм. Ты так, да хорош, такого, блядь, быть не может. У меня же приседание 200, веса 82 килограмма, такого быть не может. Ты смоешь, а он весь обмотан, намотан и выходит, как робот. Ты понимаешь, что происходит. Да, и ты такой, что за хрень. Но опять-таки, узнав цену вопроса, я смог купить только себе бинты коленные. Все. А пояс был? Пояс я брал у тренера в зале, у Славы Шмелева, как сейчас помню, его индоровский левтерский пояс. Потому что я говорю, пожалуйста, дай мне его, там я его утягивал в такую талию, потому что я такой был тощий. И, собственно, выступал. То есть я выступал в 82-й, а сам весел 77, что ли. То есть я был такой недовесок, но в 75-й мне горсть не позволял идти, я такой, я нормальный, я с этими выступил ребятами. Вот, собственно, я там узнал про экипировку. Позже я узнал, что когда-то есть альтернатива, есть вариант, чтобы все выступали без экипировки. Я такой, пф, какого хера, огонь, да. Стал выступать без экипировки. Но опять, по чесноку, чисто по чесноку, скажите, пожалуйста, откровенно, кладя руку на сердце, вот где проще сделать мастера спорта в альтернативе? Подчеркиваю, в альтернативе. Мастер спорта проще будет сделать в экипировочном жиме лежа или без экипировочном жиме лежа? Вопрос, точнее, наверное, для многих будет это удивлением, но, наверное, проще без экипировки сделать. Хуй. Без экипировки проще сделать, если у тебя есть природные данные, есть упорство, и ты как бы сильный изначально. А, ну ладно, ладно, ладно. Допустим, я не обладатель всех вот этих вот моментов. У тебя природные ни хера не сильные. Осколок совсем. Я не мог в 15 лет отжиматься от пола, потому что у меня щелкали связки. Ни хер на себя. И ты в итоге, пожалуй, 240 в экипе. Да, потому что очень сильно хотел. Что не мало. Вот. И получается, что мне не было вот этой природной дури, чтобы это делать. Не было. Когда у тебя... То есть, разница между жимом лежа, по крайней мере, да, в принципе, я думаю, любое движение, экипировочное и безэкипировочное, заключается в том, что без экипировки это твоя дурь. Это настоящая чистая сила, твоя, физическая. Я искренне верю, что без экипировки среди мужчин, девочек, как бы не берем в расчет, среди мужчин, до кандидата в одном движении, пускай бы джимом лежа, может добраться 90% людей. Вопрос временных рамок. Ну, соглашусь. 90%. До мастера спорта добраться, может, 50% людей. Опять, это исчисляется в временных рамках. Кому-то потребуется года, кому-то, блин, несколько месяцев. Вот без шуток, с нуля. Да, да. Но до звания МСМК, я молчу, элиты, добраться могут единицы. Если мы правда говорим о том, что вот он выступает с доп. контролем, и у него нету огромного моста, из-за чего такая у него маленькая амплитуда движения. Либо он не карлик, и у него такая маленькая движения амплитуда. Стандартный средний рост, метр семьдесят пять мужика берем. Весовая, пускай, будет средняя, опять семьдесят пять или восемьдесят два. Обладатель маленького, либо среднего моста. Вот, серьезно. До звания элиты добраться самостоятельно, не используя ничего, единицы, на мой взгляд. Ну, так и есть. Но, мы берем среднего, нормального крепыша, который выполнил мастера спорта без экипировки. И на это потребовалось ему, пускай, четыре года. Это обычный средний парень. Четыре года, это не звезда. Это обычный средний парень. Мы наряжаем его в экипировку, и главное, само собой, обучаем технике выполнения. Тут уже вопрос усидчивости. Насколько он умеет терпеть боль. Насколько он умеет контролировать свой гол, чтобы она была холодная, а не орет, что-то там делает. Да? Контроль. Если он все это может, я правда уверен. Да какой уверенный, господи, я это делал с людьми, блядь. Освоил. Вот он, силовые у него не изменились. Три месяца он жал мастера без экипировки. Одеваем в майку. Четыре-пять месяцев. И он делает международника в майочном жиме. Без шуток. Вопрос научиться. Само собой, сейчас мне начнут говорить, да все это хуета, Дэн. Как это сейчас? Один неизвестный человек сказал, это высшая точка именно технической стороны вопроса, маечный жим. Вот, типа, это самое сложное. Это сложное с точки зрения научиться. Ну, это да. Но не сложное с точки зрения физических твоих данных развития. Можно, не прогрессируя в силовых своих показателях, увеличивать жим, используя экипировку. Чем чище, ты знаешь движение. Все. По сути, да. Это вот вопрос к тому, что техника, она решает. Техника решает. Само собой, ты не можешь быть лапшой, который жмет гриф на пять раз и такой, сейчас я одену майку и я херах сделаю международников. Это понятное дело. Но повторюсь, я могу положить руку на сердце и сказать честно, потому что мне, сука, не стыдно. И я генетически неодаренный абсолютно человек в плане спорта. Абсолютно. Но есть одно качество, которое помогает мне всю мою жизнь в работе, в спорте, да, блядь, во всем. Упорство. Вот тупое упорство. Тупое упорное, да, в экипировке? Да. Ну, в моем случае, да. Вот ты уперся, как баран, и ты это таранишь. Объясняю теперь в цифрах, что это, блядь, означает. Мне потребовалось для того, чтобы я выполнил то, что я выполнил в майке, порядка семи лет. То есть у меня до этого стаж уже был семь лет, восемь лет без экипировки. И еще столько же потребовалось, чтобы сделать то, что я хочу. Для примера, мы берем Нику, которая более одаренная, чем я физически. Опять, но она не суперодаренная. Она чуть выше среднего. Мы засунули ее без экипировочный жим. Она выполняет мастера спорта. Я покупаю ей первую маечку фирмы Oni, из такой вы знаете. Для весовой 48 даже самая маленькая маечка, она огромная. Мы ее просто так одевали, как просто пакетики. То есть просто элементарно. И она в ней тут же делает у меня международника через три месяца. Потому что она упорно могла терпеть и выполнять то, что я ей говорю. Все. Я хочу пример. Одеваем другую майку. Да? И она у меня выполняет почти или ту же. Сейчас специально с нее снял майку. Сейчас она у меня жмет и будет выступать в конце. В конце, говорю. Сделать или ты без. Летом. Летом будет у меня выступать. Нет. Она у меня будет делать международника без экипировки. Потом я снова одеваю на нее майку. И в конце года она должна сделать у меня не элиту в майке. Она должна перевыполнить элиту и поставить новые рекорды. Вот что я хочу от нее увидеть. Слушай, мощно. Ну, то есть ты ее, получается, провел по пути. Ну, и ведешь по пути. Наибольшее, наверное, сопротивление. Но в целом человек прогрессирует и без экипировки тоже. Да. Потому что есть упорство. Да. Как это объяснил определенный начальный уровень. Неплохие данные. И как бы картинка вкладывается вот в такой контраст. Да. Поэтому опять. Закидайте меня туховыми, блядь, помидорами, меня экипировочники. Опять, я этого не боюсь. В экипировке добиться именно званий. То есть не рекордов, не в никаком случае званий. В альтернативе, подчеркну, не в АПФ. АПФ норматив, ты ебнешься. Ну, да. В альтернативе. Проще. Все. Можно, блядь, вот. А хотите с ним поспорить? Ну, блядь, давайте с ним поспорим. Нет, ну, Дэн. Дайте мне любого безэкипировочника. Вот то, который на уровне мастер спорта. Я из него сделаю международника, если он, как говорится, не тупарь. Через 4 месяца. Ну, справедливости ради, я когда сам залез в экипировку, я там сначала, пожалуй, небольшой вес, потому что я только осваивал, потому что сам тренировался, опять же. Вот. И потом, спустя, наверное, года полтора я сделал мастера. Причем в меньшей, в 82-й категории, в той же, кстати, я остался. Тогда с ДК выступал, там был перерыв от курса долгий. Но мастера сделал относительно легко. Ну, все. Ну, как бы тут я соглашусь. Будет подтверждение. А, я сказал, что в майке сделать драматив, чем без. Опять, лифтинг – это абсолютная сила. Правильно? Ну, согласны? Я думаю, согласны. То есть, есть что? Есть скоростно-силовые дисциплины, тяжелая атлетика. Есть, как бы, смешанное, назовем так. Здесь пауэрлифтинг – это сила. Ну, да. Абсолютная сила. Именно поэтому этот спорт тем прекрасен, что в любом возрасте можно прийти и добиться определенных результатов в плане нормативной таблицы. Без шуток. Так и есть. Ирка ко мне пришла в 38 лет. Сейчас ей 43 исполнилось, получается. То есть, 5 лет мы с ней занимаемся. Она ровно то же самое, что и Ника, получается. Мастер спорта по жиму лежа без экипировки. Кандидат по становой тяге. Мастер спорта Аполлон Аксель. Мастер спорта международного класса Хаб. Мастер спорта подъем на бицепс. Кандидат силовой двоеборья. Короче, опять. Она мать двоих детей. Она работает, по-моему, она... Что-то там с планированием связано. Что-то с планированием связано. То есть, опять, это ее хобби. Все. Она пришла в таком возрасте и как бы не могла даже наклониться, потому что не хватало гибкости, собственно, отделов спины и были зажатые ягодичные мышцы. Она наклонялась крючком. И она не понимала, она думала, что не прямая спина. Все. Год гимнастики. Потом плавненько фитнес год. Кто-то сказал, знаешь, есть такой классный вид спорта, попробуем. Он сказал, да попробуем. Пошли, да? На нахуй, понимаете? Слушай, ну, а мы ее тоже в понедельник увидели, да, походы? Я примерно понял, кто это. Вот. А, кстати говоря, вот опять. IPF, альтернатива. Вы сейчас можете зайти на любые протоколы чемпионатов России и так далее, которые находятся у нас. По Александру можно посмотреть, да? Да, да, да. Пуху, мировые. Зайдите, мировые. Значит, не рекорды, а именно протоколы последних трех лет. Весовая 47 называется у IPF, да? Ветераны. 40+, там 40, по-моему, 9 диапазон. Посмотрите, она везде была в топ-3. Она поднимает, у нее лучший рекорд был в одной из федераций 50-500. Она пятку от пол не отрывает, что по IPF, да? У нее нет никакого моста, поэтому там нету того, что мост слишком большой, надо менять его. Все в рамках правил, да. Она может быть в топ-3. Почему я не веду ее в IPF? Объясню. То есть, опять, я против IPF, я за альтернативу, там свобода действий. Блядь, да нет, нихуя, ребят. Ломаешь стереотипы, да? Ну, давай, давай, сейчас снова закидай в меня яйцами, давайте. Какашками. Значит, какашками закидай в меня, как обезьяны. Значит, смотрите. Если мы говорим про конкуренцию, IPF number one в пауэрлифтинге. Блядь, можете мне нихуя не говорить больше. Ну, тут... Само собой, во многих дисциплинах, во многих весовых, маленькая конкуренция. Она во всех маленькая. Мы берем средние весовые. У мужчин 75, 82,5, там, 83 называется, да, 93, да. Это самые ходовые. Там людей в любой номинации, да, с задницы. И там очень сильные цифры, очень сильные цифры. То есть, если тебе говорит человек, что он чемпион Москвы по IPF, какой-то дисциплине, будьте уверены, в альтернативе он был бы как бы чемпион Европы, чемпион мира, а можно развлекаться мир какой-то там федерации. Это 100% говорю. IPF стоит идти ради именно конкуренции внутри своей весовой категории. Действительно много участников. Я там не был, но наслышан, кто выступал. Экипировка в альтернативе умерла. Она, блядь, умерла уже давным-давно. Сейчас ее пытаются американцы реанимировать, создав новые майки. Смесь линкшота и майки для того, чтобы снова привлечь внимание людей и так далее. Почему майка стала вымирать? Очень просто. Тяжело. Освоить тяжело. Это надо геморроиться. Проще лечь и пожать. То есть, опять, Денис, ты же говоришь, что проще сделать норматив без экипировки, чем без экипировки. А сейчас говоришь другое. Нет, ребят. Если мы говорим по альтернативе американскую, мы все прекрасно понимаем. Там основное это фарш. Там с ДК мало кто выступает. Там выступают себе с ДК. И там, да, начинается рост любой ценой, лишь бы расти. И поэтому проще обколоться новые схемы программы тренировочной ля-ля-ля и пожать без майки, чем в майке пердеть, умирать и так далее. И она стала умирать. Там она еще как-то жила. У нас вообще она нахер стала умирать. Только ВПФ конкуренция майочного режима осталась. Американцы молодцы. Нет, серьезно. Они молодцы. Они поняли, что жареным пахнет. Исчезнет целая дисциплина. И они придумали. Да, они придумали новую маечку. Люди, которые пердели в старых, умирали. Или те, кто не хотели пробовать, поняли, что в этой еще проще освоить технику выполнения. Можно еще больше поднимать веса. И те, кто уже из порта практически ушли, вернулись. И новые рекорды ставили. Дохнули, да. Дохнули, да. Начали лежать больше. Те, кто боялись майку лезть, потому что, блядь, да это же геморрой. Попробовали. О, да это не так сложно. И стали прогрессировать. По факту это все равно такой гибрид слингшота и майки. Ну да. Да? Это проще. На своение проще. Из бинтов рукава, насколько я помню. Да, да. Или это слингшот кто-то делает. Действительно проще, кто бы что ни говорил. И причем люди, кто, ну профессионалы особенно в майках жали, они естественно сразу подобавляли, причем с учетом возраста и так далее. Ну кто там, да, уже в 2010 году, грубо говоря, выступал там, в топе условно назовем так, те сейчас прибавили на старости лет. Что в майках предыдущего, ну старого формата уже, назовем так, в поколении предыдущего, да, это было сделать нереально. Силу там возраста, травм и так далее. Я просто принципиально хочу, чтобы у меня девчонки, не только Ника, но еще Ира подняли в старых форматах майках элиты. Потом, честно, я не исключаю, что, ну блин, если так как они уже танцы пошли, все начинают жать в этих новых майках, ставят какие-то новые там рекорды. Ну хорошо, мы найдем источник, приобретем эту майку и поставим какие-то новые рекорды. Ну какого хера, почему нет? Но хочу просто, чтобы они сейчас сделали в системе оудскула. Старая норматива есть? Есть. Майка куплена в Штатах? Куплена. А тут заказывали, ждали три месяца ее, эту майку Элвин Твин. Она есть, она шикарная, я сам не выступал. Пусть поднимут. Пусть все сделают, как это было раньше. А дальше уже поиграем в эту игру, растянем резиночку. Ну да. И закончили мы на майках. На майках-фингах. Ну да, нового формата. Все легко и просто. Ну и... Подчеркиваю, не легко и просто. Это не легко и просто, но это проще. Проще, да. Чем обычная классическая майка. Все, вот так. Да, насколько я помню, ты сам сейчас перешел, ну, с учетом, да, особенностей, там, травма, сколько я помню. Угу. С майки ушел и выхлоп, как же, так, силы и, там, реализация каких-то возможностей, да, потому что ты перенатрал какой за спорт сейчас? О... ОСР. Это... Я, ну, по названию... Я как-то не понял. В конце того года официально появилась новая, новая спортивная дисциплина в Минспорте. Подчеркиваю, в Минспорте. То есть не просто так от балды. Мы берем, сейчас делаем армлифтинг, это вот теперь вид спорта стал. Нет, это дисциплина в Минспорте. Официально аккредитованная. Все. Гонки с препятствиями. То есть такие, как вот герои, наверное, вы знаете, да, там, раньше было «Стань человеком». Вот это вот все, это гонки с препятствиями. Теперь это официальный вид спорта, более того, и включили в олимпийскую, собственно, движуху. Не как отдельную дисциплину, и засунули в пятиборье. То есть раньше было так, что люди бегают, стреляют, бегают, стреляют, плавают. А-а-а, сейчас бегают, стреляют, плавают. А-а-а, блядь, что-то еще было. И конкур, то есть на лошадях. Конкур убрали, и вместо этого будет 100-метровка именно лазовки на скорость. Это ОСЕР есть, да? Это есть ОСЕР. То есть проводят чемпионаты мира и так далее. То есть ты бежишь и лазаешь одновременно. Короче говоря, это полностью противоположно то, чем я занимал всю свою жизнь практически. Наверное, я не думал. Есть, вообще не думал. Есть сила и есть выносливость. Это разные значения. Чем ты более сильный, тем ты менее выносливый. Все, это, блядь, закон. Это закон, потому что белые, это молокна и красные мышечные волокна. И я сейчас совершенно в другую дисциплину пытаюсь переключиться. Сильно похудел, специально постоянно бегаю и так далее. Потому что в своем виде спорта, в принципе, все, что можно, я сделал в плане любительской такой дисциплины. То есть звание есть, есть. Ну, в альтернативе опять. Почему у меня нету звания, блядь, международника, допустим, в IPF, да, ФПР? Честно, я слабый. Я могу это сказать открыто. Я для IPF слаб. Что это означает? Я же в майке, блядь, пожал вот в альтернативе. А хуль ты не можешь пожалеть там? Ну, давайте так. Ну, мастер-то подделай. Да, да, да. Первый момент. Элвин Твин в IPF запрещена. Потому что она жестче, чем ее предыдущие конкуренты. Предыдущий конкурент это был Экстрим. Да, Экстрим, Катан Экстрим, все, выше нее запрещено. Она слабее Катан Экстрим, чем Элвин Твин. Первый момент. Второй момент. В альтернативе разрешено, и я так специально учился, отрывать голову во время опускания штанги на грудь. Это упрощает момент опускания. В IPF запрещено. На носки я не встаю, потому что я дубовый, я стою на всю стопню, как бы это нормально. Все. Даже эти критерии, если убрать, то получается то, что я сделал в альтернативе, если я смогу голову удержать и майку одену в другую, я пожму мастер, окей, ФПР. Можно это оформить? Ну, можно, а смысл? Этого не вижу. Вот международникам было бы интересно сделать. Но я прекрасно понимаю, что мне не хватит силенок это сделать. Опять, может быть, хватило бы, если бы я бы уперся опять рогом, потратил 5 лет в своей жизни, и вот оно получилось бы. Вполне реально. Но от того, что у тебя такая корка или такая корка, да, нет никакой разницы для человека. То есть обыватель, скажи, я мастер спорта. Он говорит, у, классно мастер спорта. Человек поймет только-то, который в спорте. Да, да, человек, который только в спорте, как бы именно, он поймет, что есть IPF и есть альтернативные вариации всего этого. Все, только из-за этого. Поэтому вот так. Я правда очень хочу, чтобы мои девчонки сейчас отстрелялись в альтернативе и пошли потом в ФПР. Просто там намного больше геморроя попасть туда. Нужно заполнять бланки, нужно проходить эту самую, как это, доп-систему. То есть ты проходишь обучение, то, что ты знаешь, что такое допинг, подписываешь договора и, в общем, геморрой. Больше геморроя. В альтернативе денежку заплатил, пошел, выступил. Все. Ну, поднял. Да, 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 да. Там это бумажная бюрократия Волокита. Но опять, если я слабак и я не могу, то мои ученицы не такие. Не слабачки. Нет, нет, нет. Ира, Ира спокойно, говорю еще раз, топ-3 на любом, в любом протоколе, может быть, мировом, в топ-3. Почему нет? Просто мы прекрасно знаем, да, что если мы идем из альтернативы в IPF, а потом обратно в альтернативу, то IPF будет дисквал на год давать тебе. Поэтому я решил сделать с ними следующее. Опять я с ними пообщался. Мы сейчас сделаем все, что можно в альтернативе и потом пробуем перейти в IPF для того, чтобы просто сказать, я все сделала. Я вот молодец, я везде молодец. Все. О допинге я вообще ничего не говорю, потому что я, как я сейчас, я принципиально креатин даю им и все. Больше ничего. Что-то девочки повторяю еще раз. Какой нахер допинг? Ну, это мое точка зрения. Скажем проще. Плюсы, минус, альтернатива, IPF. Итак, плюсы. Начнем с IPF. Как ни крути, это охренительная конкуренция в любой дисциплине. Как ни крути, это официально международное признание тех, кто в спорте, именно в профспорте, на высоком уровне и так далее. Это, то есть, это, это Минспорт, все-таки это официальный документ. Если, допустим, ты военный, и тебе нужна повышенная, там, дотация, оклад, мастер спорта тебе позволит это сделать. При поступлении в универ спортивный, альтернатива тебе ничего не дает, а IPF и так далее дает, потому что Минспорт, официальный документ, дает тебе плюсы. В этом плане вопросов нет. Правда. В универе повышенная стипендия, возможно, и так далее. Да, это плюсы. В чем минус? Геморрой в плане попасть на соревнования, получение это вообще может год-два занять. Ты все выполнил уже, ты ждешь год-два, пока тебе Минспорт все дело выпишет. Да, безусловно. Плюс, на мой взгляд, намного более адекватное судейство. Честно, это вот мое опять личное мнение по вопросу. ФПР, да? Про ФПР, да. Как ни крути, но там нет такой лажи, как в альтернативе, особенно в Штатах. Люди не доседают, а там им нормально, потому что это шоу. У них это шоу. А тут все жестко и так далее. То есть, опять, мое мнение, это более правильный подход. Убирают гимнастов, да? Мосты были, шо пиздец, да. Начали убирать, опять, молодцы. В альтернативе это точно не будет, потому что пропадет эффект шоу, нафиг надо. А людей меньше станет плюс. Да, да, да. Вот, поэтому это плюсы. Значит, в чем плюс альтернативы? Доступность. Блин, турниров с жопой жуй. Просто у тебя каждый месяц по два-три турнира разных федераций. В любом городе, куча дивизионов, ты можешь выбирать. IPF это что? Пауэрлифтинг. И то, это сейчас вот, еще пять лет тому назад, не было безэкипировочного пауэрлифтинга, блядь. Да? Не было нормативов, сука, по жиму лежа без экипировки. Забудьте. Даже жима не было без экипировки нормативов. Сейчас есть. Итак, есть пауэрлифтинг без экипировки, в экипировке, в IPF. Есть жим лежа без экипировки, в экипировке. Все. Есть четыре, получается, дисциплины. Ты выбираешь, ты выступаешь. Есть нормативная таблица, все здорово. А я хочу другое. IP, ой, альтернатива. Пожалуйста. Всякие, блядь, Аполлоны, хуёны, чё хочешь. Бицуха в наколенниках, в бинтах, без экипировки, в многослойной экипировке, в однослойной экипировке, с закрытыми глазами, жимы за головы. Блядь, все подряд. Это хорошо или плохо? Хорошо в том плане, что спрос рождает предложение. Люди хотят выступать? Пусть выступают. Опять. Это доступность и это любительская история. Пускай и развлекаются. Почему нет? Плохо ли с точки зрения конкуренции? Конечно, и становится меньше, потому что люди разбавляются, они рассеиваются между этими дисциплинами. И теперь, да, я выиграю чемпионат мира по федерации. Сможешь нормативную таблицу, он, сука, первый взрослый. Потому что он был одним в номинации. То есть, не имея значения медалька и регалии, которые ты получил, типа я выиграл какой-то турнир. Имея значение выполнение нормативов и рекордов. Все. Вот в альтернативе имеет две вещи только. Норматив, рекорд. Все вот эти вот звания, я такой турнир выиграл, они давно уже обесценились. Раньше, когда я выступал, я еще начинал, две было дисциплины. Ой, две федерации. И то есть, ты знал прекрасно, что есть в однослойной, допустим, экипировке пауэрлифтинг, три чемпиона. IPF и альтернатива с ДК без ДК. Все. Теперь в федерации 15. И в каждый свой чемпион, и в каждый свой рекорд. Дисциплина и... Да. Вот. Поэтому доступность, да. Но говоришь, что... И бить себе пяткой в грудь, что я поднял хаб, вот эта хваталочка, тик, мастер спорта. Я профспортсмен, потому что я мастер спорта. Ребят, ребят, ну, блядь, ну, хорош, ну, прикольно, ну, блядь, это просто интересно, это просто прикольно. Все, не более того. Я с вами сам удовлетворился, на этом все. Да, 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 все. Вот, вот это вот. Проще заплатил деньги, пришел, выступил, мозги себе не ебешь, все нормально. Сделал, выполнил мастер спорта без ДК, блядь, практически на месте тебе ее выписали. Выполнил из ДК, опять подводный камень. Не надо платить за доп.контроль 10 тысяч рублей. Только в одной федерации альтернативной это не нужно делать. Я не буду рекламировать федерацию, но все это выступают, знают. Хотя бы так, да? Спасибо большое. Вот. Но по факту все это бабки, все это коммерция, поэтому, ну, мы же не против, правильно? Мы же все платим денежку, выступаем. Нам это нравится. Поэтому плюс и минус, если там и там, штанга, как говорится, одна и та же в плане веса, ну, опять, жесткий гриф, мягкий гриф, блядь, ребят, вес человек поднял, не поднял. Поэтому все, поэтому всегда говорю, если ты хочешь получать удовольствие от дисциплины и тебе, ты начал заниматься не в 15 лет, а уже тебе 30 и больше, в альтернативе. Просто, да, просто иди в альтернативу и спокойненько свое удовольствие и все делай, все. Если, конечно же, ты фанат, там, безумный и так далее, ты пошел в 15 лет, своего сына куда-то отдал и хочешь, чтобы он официально, там, ля-ля-ля-ля, ну, конечно, это IPF. Но, опять, все должно быть для удовольствия, ты должен от этого получать удовольствие от пути. А там, что ты выберешь, альтернативы или там собачиться не нужно, а то, я помню, там, дисквалы, выгоним оттуда, не примем там. Выступал в ВПЦ, значит, ты не будешь выступать, блядь, в НАПе и наоборот. Все, хватит. Просто, просто, мы все лифтеры, да, разная дисциплина, просто занимаемся одним любимым делом, получаем удовольствие и не меряемся письками, а я вот, а это не настоящая корочка, а у меня настоящая корочка. У тебя подделка картонная, а у меня не подделка картонная, да-да-да. А у меня красная, именно красная. Есть слово проще и тяжелее, но итог один и тот же. Путь. Только путь имеет значение. Слушай, ну круто, да. Прямо, пройдем на интервью, завтра продолжим снимать своих подопечных, начнем снимать. Сильно, пожалуйста, не пиздите, ладно, да. Это только моя, сугубо моя точка зрения. Сейчас начнется, потому что, да это, блядь, не спортсмен, да что он там поднимал, да ВПФ вот он не сделал. Ждем на интервью. Ну, да-да-да-да, наделал себе какой-то там гондон, в нем что-то пожал. И что ты тут еще рассказывал. Сейчас я любитель. Я любитель своего дела, я любитель своей профессии, я любитель вида спорта, который я выбрал, да. По причине того, что все, что можно, в принципе, я поднял, и здоровье все равно, оно одно, да, и большие веса, это не про здоровье, да. Решил пойти попробовать себя в другой дисциплине, которая стала уже официальным, но опять, это, я прекрасно понимаю, что я там добьюсь опять любительских результатов. Я не рожден для спорта. Это прям заголовок можно. Но при этом я хочу быть спортсменом, любителем, и от этого получать удовольствие. И сколько бы тебе не было лет, ты можешь так же просто идти по пути, который тебе нравится. А кому это, блядь, не нравится, нахуй лесом. Ну, это так, по-доброму. Итак, на порыве своих пламенных речей я совсем забыл сказать финальные слова. Значит, вы знаете, что у Ивана совсем недавно был день рождения, вот. И, значит, я Ивана, держи, я Ивана поздравил в устной форме, но забыл сделать маленький презент. Поскольку Ваня все еще пропагандирует настоящий жим лежа и гиперовочный, а не резиновый, да. Я хочу сделать подгон, который я использовал всего два раза. Новенькая, 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 майка Феном, лёг-свойная, на весовой как раз 90-100. Новенькая, новенькая, вот тебе с днём рождения, Ваня, это подарочек. Это, конечно, я не ожидал, да. Жми, дядь, жми и показывай настоящие результаты. Бля, крутяк, да.